В эфире новости. Коротко о главном к этому часу в студии Айгуль Муке. Здравствуйте. Свыше 50 тысяч граждан вернулись в свои дома после паводков. При этом в эвакуационных пунктах остаются свыше 5000 человек, почти половина из них дети. Такие данные сегодня озвучили в МЧС. Между тем, паводковая опасность сохраняется на западе страны. В Атрау продолжает расти уровень воды в реке Урал, приближаясь к критической отметке в 550 метров. В связи с этим активизированы работы по укреплению дам в местах подмыва берегов. По прогнозу, пик половодия в регионе ожидает в ближайшие 4-5 дней. В Атикибийском районе Актюбинской области 13 семьям, пострадавшим от паводка, предоставили жилье. Пять из них уже отпраздновали новоселье. Еще 8 семей переедут на днях. В Акимате региона сообщают, что жилье было приобретено за счет спонсорских средств. Всего же по Атикибийскому району поступило около 150 заявлений. На их основании комиссия проверила техническое состояние каждого дома. На сегодня в районе три строительные компании уже приступили к работе. Планируется, что в эксплуатацию дома сдадут в течение трех месяцев. В результате технического обслуживания 48 домов признали непригодными для проживания. С жителями этих домов переговорили. В итоге 21 семья выбрала вариант приобретения готового жилья на вторичном рынке. 27 семей просят построить им новые жилища. Две недели назад начали работу по оформлению. На следующей неделе планируем закрыть жилищный вопрос для тех семей, которые пожелали купить готовые дома. Между тем, с 1 мая больше 17 тысяч казахстанцев подали заявки на приобретение жилья по новой ипотечной программе на УРАЗ, из которых свыше 8 тысяч были приняты. Порядка 4 тысяч заявок поступило от социально уязвимых слоев населения, стоящих в очереди на жилье. А вот основная часть претендентов – молодые люди до 35 лет, самому молодому участнику программы – 18. Больше всего заявок поступило в Алматы, Астане, Шымкенте. К слову, почти 2,5 тысяч заявок были отклонены. Основная причина – отсутствие необходимой суммы на депозите в размере миллион тенге. Прием документов продлится до конца июня. Известно, что по заявкам начисляются баллы. В список попадают люди, набравшие большее количество. За каждую тысячу тенге вознаграждение по вкладу начисляется один балл. Наличие брака – 5 баллов, наличие детей – 10 баллов. Но число детей здесь не учитывается. Представителям уязвимых групп населения, стоящих в очереди, начисляется 10 баллов. Молодым людям до 35 лет присуждается 5 баллов. Если количество баллов участников совпадает, то при включении в список приоритет отдается тому, у кого сумма вклада и срок накопления больше. После дифференциации банк опубликует список граждан, не прошедших по программе. В Казахстане доработали правила работы контакт Центра-111. Напомню, его создали для помощи женщинам, детям, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Теперь сервис планируют сделать более эффективным за счет взаимодействия с центральными государственными органами, местными акиматами и уполномоченными по правам детей. Обратиться в колл-центр 111 могут не только пострадавшие, но и те лица, которым известны факты семейно-бытового насилия, либо ситуации, когда несовершеннолетним угрожает опасность. Причем обращение в службу бесплатное и на условиях анонимности. Удивительная история произошла с казахстанкой в аэропорту Куала-Лумпура. Ожидая свой стыковочный рейс девушка по имени Жасмин решила совершить покупки в дьюти-фри. Консультант на кассе, увидев голубой паспорт астанчанки, неожиданно начал петь гимн Казахстана. Этот момент Жасмин запечатлила. Видео моментально разлетелось в соцсетях, где комментаторы предположили, это эффект Димаша Худайбергена. Напомню, что певец очень популярен в Азии, имеет миллионы фанатов по всему миру, которые заучивают не только его песни, но и начинает учить казахский язык. К слову, 24 мая на стадионе Бешикташ в Стамбуле пройдет сольный концерт Димаша Худайбергена в рамках гастрольного тура «Стрейнджер». И на этом у меня пока все. Мы продолжаемся следить за развитием событий. Полную картину дня я и мои коллеги, как всегда, представят в 20 часов 30 минут в программе «Новое время». До встречи вечером. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова